Сегодня открылись финальные республиканские военно-спортивные игры «Зорница и Орленок». Они проводятся в нашей республике уже в 45-й раз. На поляне Солнечной в Батревском районе собрались юноши и девушки со всей Чувашии. Они здесь будут демонстрировать не только ловкость и физическую подготовку, но и творческие способности и эрудицию. На месте событий побывала наша съемочная группа. Петь песни, разбирать и собирать автомат, быть сильным, ловким, смелым, да и к тому же с творческими наклонностями. Все это сочетается в юноармейцах, которые приехали на «Зорницу» себя показать и на других посмотреть. Это образ современного молодого человека, патриота и защитника Родины, считают организаторы мероприятия. «Вы уже победители. Вы самые лучшие из лучших. Собрались сегодня на такое торжественное мероприятие. Вы команда. Вся надежда на вас, на молодежь. Вы наше будущее». Эта «Зорница» посвящена 100-летию со дня рождения основателя юноармейских игр Анатолия Буханца. Чувашия – единственный регион, который ни разу не прерывал проведение «Зорницы» и «Орленка». «Ребята по 24 видам конкурсов соревнуются. Это военизированный лагерь, поэтому тут дисциплина, порядок, порядок именно военного лагеря по команде подъем, по команде отбой». «Мы сегодня присутствуем на гала-концерте», – сказал военный комиссар Чувашии. Действительно, среди участников «Зорницы» только победители. Прежде чем сюда попасть, они соревновались в школах, районах. Борьба была нешуточной. «Я знаю, что эти ребята, среди них не будут тех, которые бегают от армии. Вот в этом я абсолютно уверен. Это готовность быть первым из тех, кто встанет из окопа». «Соревнования, я считаю, развивают меня и физически, и интеллектуально, и теоретически. Пока прошел только теоретический блок, и мне он очень понравился». Впереди у юноармейцев настоящие испытания на выживание. А команду победителя юноармейских игр ожидают и приятные сюрпризы. Сертификат на 150 тысяч рублей для приобретения спортивного инвентаря. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Николай Яковлев, Республика.